Здравствуйте! Всякие необходимо причиняют пользу, употребленные на своем месте. Напротив того, упражнения лучшего танцмейстера в химии неуместны. Советы опытного астронома в танцах глупы. Казьма А в гостях у программы такие дела. Живописец, иллюстратор книг, график, скульптор, зарускость и сказочные специалисты называют его художником Лукоморье. Если вы еще не догадались, кто этот человек, скажу, что его рук дело скульптура Степана Писахова, Сеня Малины, памятник Михаилу Ломоносову, поморской женке. Это заслуженный художник России, истинный северянин Сергей Сюхин. Здравствуйте, Сергей Никандрович! Здравствуйте! Цитата вот из Казьмы Пруткова «Не случайно». Еще одно детище, которое теперь у нас поселилось на улице Чумбара-Лучинского, на пешеходной улице в Архангельске. Это литератор, такой автор афоризмов, метких выражений. Казьма Прутков. Вы долго работали над скульптурой? В общей сложности полгода работал. Здесь все, и подготовка, эскизы, несколько вариантов делали мы. В конечном итоге едешь, лепишь в натуральную величину в глине, и там уже литейщики и форматоры дальше вступают в работу. Три месяца только литье идет. В это время я все время слежу, формы правлю, тонирую. А сразу появилась идея? Или вы как-то вот меняли сначала один образ, потом другой? Нет, не понравилось? Как это было? Вообще-то идея этого образа, я скажу, что это Якова Владимировича Попаренко. Мы думали, кого следующего водрузить на нашу любимую Чумбаровку, которая в конце концов становится духовным символом русского севера. Вот. Может быть, Абрамова, может быть, Рубцова. Но решили, что пора замахнуться на самого. Вот. Поскольку он человек действительно всероссийского масштаба, и вот мы решили так попробовать. Вариантов было много. Сначала он был у меня в цилиндре. Значит, змейка выглядывала из книги у него. Потом он был с папкой. Из папки змейка выглядывала. Откуда только она не выглядывала. Символ мудрости, да? Змейка — символ мудрости. Ну и все-таки его такой критики серьезной, острой критики жалит. Острый на язык. Ну, в конечном результате я его положил спокойно на пенек, и она там так себе спокойно легла, уютно. И пенек родился. Пенек почему родился? Потому что все-таки Козьма Прутков родился в нашей северной деревне. Вот это меня тоже мысль очень заинтересовала. Как это москвичи вдруг, золотые молодежь того времени из Москвы, а поселили его в такую глушь. Я потом понял. Почему? Потому что это же образ скрытный. Ну, кто поедет искать его в какую-то глушь? — Да, да, да. — Тут ли он родился? — Тем более в тот век вообще. — Да, это же ехать на лошадках-то. А если где-то в Москве, там проверили бы. А, вы тут мистификаторы. А тут никто не поедет в те времена. Поэтому они его спрятали. А поскольку он родился в северной деревне, то я с ним общего нашел в своей душе. Я там по соседству родился. И мне очень легло на душу, что он не в афоризмах, а в своих стихах некоторые такие речи ведет, что я хотел бы стрекозой порхать, соловьем петь, кричать совою одинокой. Он философ еще и поэт. Вот поэтому вот это меня сильно подкупило, что мужики не только его в деревне поселили, но еще и духом деревенским оказывается. — А вот вы сами-то, Сергей Никодорович, родились в селе Пучуга, да, Верхнотуемского района, Архангельской области. А идея стать художником как у вас появилась? — Ну, над Пучугой вообще витает дух искусства и живописи. Вот эти знаменитые северодвинские росписи, прялок, они же в Пучуге, Бороке, Нижнетуема. И вообще раньше каждый мастер, он был ремесленником. Деда моя, кузница была у них, они ковали браты, не ковши. Да, дед мой, один из дедов, работал на Соловках, в артели, где утварь, ложки творили, делали, резали. Ну, это тогда было ремесло, а теперь мы называем прикладным искусством. То есть это испоконно, у нас в семье это и в Пучуге. — Но, тем не менее, это все-таки, может быть, больше к технике. Вы-то никогда не интересовались техникой, именно вот в живопись тяну. — Никогда. Конечно, ребята в деревне все хотели гайки крутить. — Там трактора были тогда, машины были, а я хотел коровушек пасти. Так как-то у меня с самого изначального детского возраста. — Природу смотреть, мечтать. — В гармонии с природой. Вот я поэтому сенометал, коровушек пас, а потом и захотелось вот эту всю красоту сделать в искусстве. — Рисовали в детстве? — Естественно, рисовал с самого детства. Вот хочу сказать сразу, что важно, почему художник изначально из деревни. Когда я поступил в Абрамцево на скульптурное отделение, я понял, что кругом ребята, они все из городов, хотя из небольшого, но везде художественная школа. Они машинально родители отвели в художественную школу, а потом куда? Ну, художественное училище. А когда он поступил, парень, он не знает зачем и что делать. Мне так это было удивительно, потому что я-то поступил изобразить свою любимую, милую сторонушку. Знаешь, как мне было это? Для меня храм искусства, поэтому они вот и тут ничему не научат. Ну и вот так вот. Потом просили меня, дорисуй Сережа ножки, дорисуй ручки, потому что это самое сложное. — Ну, вот вы сказали, что в скульптурное отделение вы поступили. То есть вы скульптор по первому образованию? — Да. Это Абрамсовское художественное училище, усадьба Сау-Мамонтова, который к нам железную дорогу проложил непременно. Его тоже надо удрузить в Архангельске. Поэтому у меня первое образование скульптурное. Но в советское время была монополия на бронзу. То есть Москва, если что-то здесь периферийный художник-скульптор затеял в бронзе своя... — Надо было все утвердить, да? — Не утвердить, они просто забирали и все. Мы недостойны были. А в гипсе, ребята, работайте. Поэтому в начале своей творческой деятельности я работал в гипсе. Делали рельефы. В основном это были красные уголки, Ленин, рельеф, барельеф. У меня до сих пор стоит Фелик Зержинский в КГБ, ФСБ теперь, в музее. — Ваш? — Ну, мой. В тех времен, 70-е годы. То есть я поначалу и работал скульптором. Ну, самая удача была, это ресторан какой-то оформить рельефами. У меня же диплом тоже рельеф Беломорья. Поэтому гипс, он как-то, ну, неблагородный материал. А второе образование — кафедра книжной графики. И в советское время я работал в книжной графике, в детской литературе. Самое крутое издательство было. А теперь, понимаете, много кого, что-то такое, конечно, плохое после этого переворота или революции, или перестройки. Но вот то, что литейные заводы стали частные, монополия прекратилась. — Это все-таки плюс. — Я вернулся к скульптуре бронза и камень, благородный материал. — Вы забросили живопись? — Нет. Я пишу живопись камерную, чувственную для себя. И также книжной графикой никогда не заброшу заниматься, потому что у меня еще Шергин не сделан в литографии. Писахова я сделала, Шергина нет. — А вот говорят, что у вас в мастерской есть портрет, автопортрет, который вы рисуете уже много лет и заканчивать не собираетесь. — Да. Я его начал рисовать, когда я был темно-каштановый, а теперь я серебряный, но подхожу. — Покрасили уже себе? — Чуть-чуть бородки так подсеребрил, но не все. Все-таки среднего возраста. — А что, сложно? — Я не спешу. Зачем? Ну, так вот пошло, что хочется мне этот портрет... — Так он у вас будет с вами вместе расти, да? — Да. — Взрослеть, мудреть. — Ну, пусть такой будет портрет, бывают разные. — Ну, вот для Архангела Городцев вы, пожалуй, самый известный скульптор, потому что все же ваши работы на виду, да еще и наравне с человеческим ростом. Каждый может пойти, пообщаться, сесть в Сафу на сковеечку с Ломоносовым, залезть с Ксением Малининой на лимрыбу и с Писаховым поздороваться. Кстати, рука-то уже стала совсем золотой. — Да, а дети, знаете, мне открыли недавно в школьнике какую тайну страшную. Вот ты сказала сейчас золотой. Они говорят, а вы знаете, мы знаем тайну, нам родители сказали. — А, там золото. — На самом деле он золотой, просто черной краской покрашенный. — Да, его надо оттереть. — Да. — Ну, вот так вот можно ведь целый городок сделать на Чумбаровке. — Саша Донской, он ведь был азартный мужик. Он пригласил меня, Надю Шек и Лешенко. Надя не пришла. Значит, мы... И он поручил нам разработать концепцию Чумбаровки. Конечно, он хотел там хрустальные мосты настроить, что нереально. Но мы концепцию разработали, но денег-то никто не дал, а Саша ушел. Но идея эта давно витала вообще-то. Деревянная улица, она такая камерная. Она именно подходит вот для таких пластических скульптур, небольших, камерных. Ну, еще хорошо в чем? Богатство наше русского севера, что мы... Русский север — это колыбель и хранитель духа нации. Ведь в других городах делают прикольные просто скульптуры. Прикол какой-нибудь там. Из люка торчит там водопроводчик, там еще что-нибудь. Пинжак какой-нибудь, руки туда засунуть и сфотографироваться. Мы же населяем не просто приколами, а мы населяем северным русским духом. Что сейчас с каждым годом становится просто на вес золота именно. Ну, значит, планов по Чумбаровке достаточно много. А планы... Мы же не госплан, но в душе они зреют, они давно есть. Ну, и потихонечку с помощью Господа Бога осуществляется. Ну, сразу скажу маленький такой план. Вот там есть домик, теперь северно-русская сказка. Ну, у нас же есть махонька Мария Кривопленова. Она просто там малюсенькая должна появиться. Но у вас же уже есть поморская женка и памятник. Так, а женка поморская это жене. Это такого памятника в мире нет. Есть памятники учителю, есть там доктору. Но чтоб чисто жене нет. Ну, это одно дело. А махонька-то она же образ живой и реальный. Вы знаете, частенько можно услышать такие мысли. Что же у нас, кроме Сюхина, никого скульпторов и нет? Что же такая монополия-то на Чумбаровке? Ну, я конкретно и отвечу. Скульпторные официанты, их много не бывает. Во-первых. А во-вторых, много раз на всех уровнях сказано уже публике, если у нас есть еще скульптора или художники, которые не могут успокоиться, что я один там ваяю. Улиц много в Архангельске. Ваяйте. Ваяйте. Есть вторая часть Убаровки. Улиц много. Ребята, если вам есть что сказать, находите мецената, идите в мэрию, вам с удовольствием отведут на любой улице место. Понимаете? Но никто этого не делает. А если я это сделаю, то немножко вызывает какое-то ощущение. А потом, они же ребята демократы, как говорится, и постмодернисты. А вот закваска-то такая, я не люблю слово совковое, но совковое, каждому, значит, разделить все. Но такого в искусстве вообще не бывает. Каждое вдове по серьгам. То есть кто успел? Да нет, никто успел. А вы попробуйте свое родить что-то в душе значимое, и чтоб меценат вам помог. Я же в бюджете денег не беру. Вот они пусть этот путь пройдут, и потом говорят, а никто успел. Как вы относитесь к авангардному искусству? Хорошо отношусь к авангардному искусству. Но что такое авангардное искусство? Те, кто впереди, действительно, ну, в любом искусстве. У вас же совершенно реалистические образы. Ну, сказочные они, тем не менее, да? Везде есть какой-то, наверное, прототип, там, тот или иной. Или книжный, или живой человек, и так далее, да? Но все-таки есть ведь другое направление. Когда мы учились, мы все были пикассистами, все измы прошли. То есть мы все на своей шкуре эти измы примерили. Но когда я понял на первом курсе, что если ты будешь пикассить с первого курса, то потом ты не сможешь сам своего ничего не сделать. Поэтому я ударился в школу. Надо школу иметь. То есть студия, рисунок, живопись, композиция. Молодых художников архангельских у нас сейчас много. Есть ребят талантливые? Я не знаю молодых. Я к авангардному искусству, к настоящему, которое родилось на заре века, я его люблю и уважаю. Но эпигоны просто, как в любом искусстве, хоть в авангардном, хоть в классическом, это уже другой вопрос. Вот вы говорите, что вы не знаете, есть ли у нас сейчас молодые современные художники. То есть художник вообще, он индивидуалист, он одиночка? Да, конечно, одиночка. Вот меня, может, за это тоже недолюбить, потому что деревенский, да еще одиночка. Вообще непонятный какой-то, да? Непонятный, да. Слез коня и уехал. Да, вот вы, кстати, видите, в 95-м году, по данным, по крайней мере, СМИ, в родном селе открыли в школу ремесел, так? Ну да. А затем уже и картинную галерею открыли в Пучужской сельской. Ну, меня просто показалось обидным, что здесь вот городские ребятишки имеют возможность заниматься росписью беломорской, северодвинской росписью. И все беломорские узорные там держались. У Володи Бурчевского школа на северодвинской росписи выросла. А у нас деревенские ребята, где родилась эта роспись, они не имели такой возможности. Поэтому мы приложили усилия основанным фондом с Виктором Михайловичем Третьяковым. Это уже такая общественная у вас деятельность, да? С Владимиром Бурчевским. Мы открыли филиал и очень занимались ребята хорошо и с любовью. Береста и роспись. Существует сейчас это? Сейчас, к сожалению, все захерело. Существует. Один такой класс остался от качества. А что нужно для того, чтобы развивалось? Ну, сейчас уже ничего не спасет. Детей нужно побольше. Детей уезжают? Так, а рождаются мало. Тот, кто рождает, уже таких мало стало в деревне. А картинная галерея существует? Картина галерея тоже перестала существовать. Она много лет существовала. Со всего, значит, ездили на экскурсию и школьники, и взрослые с Красноборского района, с Котласа. Что делал это, Сергей Николаевич? С Виноградовского. Я просто снял эту галерею, потому что началось, значит, был у нас колхоз. Там четыре бригады, в каждой бригаде по клубу. Один клуб я, значит, с помощью Антоновича переконструировал под галерею. Ефремова. Да, великолепно все было. Жители даже Севердвинской Архангельска, многие же приезжали в отпуск, и они удивлялись вдруг. В родной деревне галерея. Они в городе-то никогда не ходили, в музей. И после этого, надеюсь, что стали ходить. Ну, а теперь что? То есть это теперь осталось в истории? Оставили и одни центральные дома только. Один дом культуры, все эти крайние деревни закрыли. Ну, в связи с экономией. Так что галерея, теперь она у меня свернута в мастерской, в деревне. И вы ее нигде не возобновите, ее работа? Пока нет. Что ждем? Ничего не ждем. У каждого хорошего дела есть рассвет, есть взлет, есть падение. Потом опять маятник в нашу сторону, когда коснется, в деревне будет жизнь. Все великолепно. То есть вы никого не обвиняете во каких-то неудачах или на кого не сетуете? Это очень хорошее качество. Нет. Такова, значит, стратегия развития нашего Отечества. И мир на это влияет. Так что тут кого винить? Никого не надо. И смысла нет. Умеете ждать? Да. Да? Да. Вы вообще считаете себя городским жителем или сельским? Нет, я... Деревенским? Деревенский житель. И счастлив этим, что родился в своей деревеньке. Духу впитал столько, что тоже художники меня обвиняют, что не поймешь, что он график или тем. Еще и скульптурой занялся. Ну, да, вот о ваших планах-то уже все СМИ написали. Вы уже упомянули, это Исава Мамотнов и Дежнев, да? И еще и стайка ангелов. И стайка, да. А как город Архангельский без ангелов? А где поселите ангелов? Ну, тоже неизвестно, где Бог скажет. Это же не просто, это не сказочный персонаж, ведь, наверное, работать над ними... Митрополит все это, значит, благословил. И он так сказал... У вас уже эскизы есть? Есть эскизы уже, да. Ну, на самых злачных домах не будем поселять, конечно. Хотя бы и там надо. А что сказал митрополит? Чтобы изгнать. Вот он сказал, что... А как? На торговых домах, допустим. А что такое? Коммерция? Вполне возможно. То есть мы же не будем... На офисах надо... Каждый меценат... У него же свой ангел-хранитель есть. Каждый меценат в Архангельске должен озадачиться и сделать себе маленького ангела. То есть это будет на фасаде где-то, да? Где-то на фасаде, где-то просто на улице на столбике стоять, где-то на крыше. Вы представляете? Город просто одухотворится. И вот храм, кафедральный строим. Раньше шатровые храмы, они ведь пейзаж русский. И он воспитывал человека. Пусть даже ты не веришь, в городе ходишь. Но когда сам город верит, когда куполов много, сам город верующий становится. И хранит его жителей. Конечно. И ты там даже атеист, но ты подспудно, на подкорке, ты все равно лучше становишься человеком, чище. Вот вы уже не раз говорили, что вы все-таки такой одиночка по духу, да, художник? Да. А ваши домашние вас поддерживают? Ну, естественно, как без домашних. Юлия у меня закончила Суриковку в Москве. Живопись, правда. У вас уже есть. Вы уже, можно сказать, потомственная. Она, кстати, училась у самых крутых авангардистов. У Никонова и Андронова, которые с Хрущевым ругались еще. Ну, и они очень любили северянку, потому что она даже натуру с любовью писала. Жена математик преподавала всю жизнь математику. И хорошо, что мы разные, а не оба художники. Да, да, да. То есть вот это как раз и помогает. Ну, тоже деревенское. Эту я заповедь исполнил, не женись на стороне. И помогло, да? Очень. И не зря. Не зря, конечно. Малую родину не надо делить. А то надо было бы к женке ехать, потом ко мне ехать. И разрыв такой получался. А тут у нас одни тропки в детстве, одна речка, один лес. Одни воспоминания. Одна любовь, да. Спасибо вам большое. И в конце небольшой блиц. Как вы считаете, художнику надо ждать вдохновения? Или все-таки нагибая себя, прогибая, работать, работать и работать? Художник должен вдохновение впитать у себя в детстве. Если он не впитал, то жди, не жди, оно не придет. Ваша самая любимая работа из своего творчества? Из вашего? Ну, все-таки это «Моя деревня, мальчик на сосне». Картина? Да. Творчество каких художников вам ближе? Есть идеал? Для меня классики Суриков. А вот про «Север» скажу, что «Север» лучше всех сделал Попков, московский художник, Суриков, Рембрандт. Кстати, Воснецов. Любимое высказывание Казьмы Пруткова все-таки. Погружались в его творчество сейчас. Самое любимое. Если хочешь быть счастливым, будь им, это мое. Главное у вас впереди? Естественно. Главное, впереди и в живописи, и в скульптуре, и в графике. Спасибо вам большое. Надеемся, что мы встретимся еще в вашей мастерской. Да? Спасибо. В студии был Сергей Сюхин, заслуженный художник России, скульптор. И закончу изречением литературного героя Казьмы Пруткова, памятник которому появился в Архангельске. Глядя на мир, нельзя не удивляться. Истина. Вот такие дела. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»